Это подарочек от Светлана. Приславлю Вадимке еще подарок. Это у нас к браслету Лео Витальки. У тебя браслет-то где? Неси его. Да, вот видите, у нас браслет она дарила черный, а это прикрепить на браслет. Написано стик, 105 штук тут их, ого. Вот читай, что тут написано. Дописано что-нибудь вот тут, то не видно мелко. Игрушка, конструкция, изготовитель Лего. Вот у нас основа, браслет, и вот такие были к нему запчасти. Детальки. И сейчас будем открывать, и он будет, вот это снимешь, да? Можешь вот здесь прямо высыпать, и в другой сделает браслет. Какие другие детали. Усики, усики Маша приделать. Давай забирай. Вот Вадимка хочет показать вам, что у него получилось. Новые детальки прикрепил. И вот такой вот сейчас браслет у него с таким дизайном там играет. С Кирюшкой смеется. Они такие выпуклые и, кстати, хорошо держатся. Очень ему нравится. Интересный такой браслет. Мои дорогие, всем привет, на другой день снимаю. Трясет здесь такая дорога. Мы ездим по магазинам, по детским. И вы представляете, у нас перестали привозить в детские магазины конструкторы. Лего оригинал и Нерф. Вот эти вот там пистолеты, автоматы Нерф, которые оригиналы были. Я вообще сейчас за голову взялась. Нет ничего такого. Сказали, перестали возить, потому что дорого все стало. А для нашего города это очень дорого. Даже закуп, который... Они сказали, по которым ценам они покупают, это уже очень дорого для нашего города. Мы перестали возить. Сказали, ну это же дорого. Я понимаю, нам надо дорого, недорого надо. Ну нет, говорит, все, вот последние продали. Еще когда в том году, в середине или года, последние продали, все, перестали возить. А нам надо, нам надо либо вега конструктор, либо, ну это Вадимки там, например, либо Нерф. Кирилл-то я, может быть, из серебра что-то подарила. Браслет, может, серебряный. А потом, потом он просил кресла ему играть, а надо так это попозже куплю. Так что вот, не знаю, уже куда ехать. Здесь все магазины объехали, еще в один последний остался. Туда заеду, спрошу, есть нету ни вега конструктора оригинала. Я, конечно, сама виновата, что с игрушками не успела. Ну, я просто реально не знала, что у нас нет в городе. У нас же были небольшие, вега всегда были, как бы, такие небольшие коробочки. Можно было купить, а сейчас вообще нет. Знала бы, так я бы где-то заказала бы по интернету бы. А сейчас все уже, сегодня 31 декабря, блин, с коронавого года. Ну, у меня вся голова вот в этом ремонте и тоже подарки не приготовила детям. Маме-то, папе там же приготовила. Детям, да. Вот еще один приехали. В магазин, забыла, как называется, где мы раньше жили, сюда приехала. Все, купили детям подарки в этом году, чисто символически. Кирилл Браслет серебряный, широкий, большой. Он меня любит, серебро носит. Давно у него был когда-то браслет, он у него порвался, и все. Не ремонтировали. Как-то это, тоже как-то я у него намекала, спрашивала, он говорит, да, надо. А вадимке вон, какую огромную пушку, пушку. Это типа Нерф, вот есть фирма Нерф, которая выпускает там всякие автоматы, пистолеты, которые с присосками-то бегают, дети стреляют. И там такие резиновые пульки, сказали, что не больно, если в кого-то даже попадет, если в стекло в телевизор попадете, не разобьете. Такую мощную, он самый-самый мощный взяли. Ну, раз нету оригиналов, что делать-то. В следующий раз буду заранее думать о подарках, вообще как-то не подумала. Ну, все равно. В следующем году вадимке покупать телефон. Телефон тоже дорогой, ничего страшного. На день рождения. Я ему говорила, что день рождения, жди подарок свой. Свой дорогой подарок. Он там, говорю, айфон просил. Ладно, едем домой. Я буду себя приводить в порядок. Я еще не мыла голову, мне надо помыть голову. Сейчас я салаты сделаю. Потом пойду помоюсь, приведу себя в порядок. И гости, гости придут, родители. Родители, может быть, еще дядя мой придет. Они придут после девяти вечера. После девяти вечера. Мои дорогие, у нас оливье готово. Вадимка себе решил положить со сметаной съесть. Нам осталось оливье готово. Другой салат готов, сейчас покажу. Нам осталось только куриные крылышки сделать. И пельмени, когда мама придет сварить пельмени. Они у нас уже дома. Мы съездили за продуктами. Привезли торт. Торт, пельмени. Забрали то, что они подали нам. Они придут, ну, уже налегке придут вечером. Так что, вот. Здесь мы поставим фрукты. Здесь я сделаю бутерброды. Так, здесь у нас ананас поставим. Это мамин торт, Мишка. А здесь у меня это карусель салат. Туда осталось только положить сухарики и сметану. Перед подачей буду класть туда. Низкий, да. Низкий стол. Очень высокий. Он выше, чем вот этот, который у нас был стол. Девочка нам одна написала, что Лена, попробуйте переставить диван на Новый год. Имеется в виду, к окну. И мы как раз поставили сюда. Сюда стол поставили, раздвинули. Я сейчас буду все оформлять, расставлять, сервировать. Чем не снимать? Да. Да, Юра уже отдыхает. Юра помогала мне тоже салаты делать. Я сейчас пойду себя в порядок приводить. У нас вот здесь вот, видите, телевизор будет удобно смотреть. Один стол сюда поставили, раздвинули, отодвинем немножко. Здесь будет еще человек сидеть. И здесь вот эту вот, я тоже скатережь, конечно, поменяю. Здесь тоже постелю скатерть. Здесь у нас просто тут спиртное, будут фрукты стоять. Торты, торты. И здесь бутерброды, в общем. Вот так пока, да, Вадим? А Вадим проголодался, ест оливье. Мои дорогие, я сейчас сервировала стол. Вот так вот я все расставила. У меня салаты готовы. Сейчас крылышки куриные в духовочке стоят. Пельмени будем варить тогда, когда мама придет. Но любят они у меня пельмени, поэтому каждый год пельмени. И еще мне надо сделать бутерброды. Но бутерброды чуть позже я сделаю. Пойду пока себя приведу в порядок. Я еще не приводила себя в порядок. Просто все расставила. Вот так вот у меня красиво получилось. Надеюсь, вам нравится. Посуду вот такой вот от Фаберлик. Все, я не собрала тарелки. У меня только две больших и две маленьких вроде бы. Но я решила свою поставить, так как когда было день рождения у Кирилла, все писали, что Лена, твоя посуда намного красивее, красивее, чем вот Фаберлик. Но ложки и вилки, стаканы, я все оставила от Фаберлик. Салатники вот эти вот тоже оставила от Фаберлик, потому что стаканы и ложки, я считаю, что вот это вот все очень красивое, как раз для Нового года. А здесь у меня ананас стоит. Здесь дудочка, дудеть в Новый год. Здесь веточка, снеговик. Свечи не зажигаем в этом году, потому что год тигра, он боится огня. Никаких свечей, нельзя свечи, только если вот эти вот, да, бегают, которые гирлянды. Гирлянды, да, надо. Здесь поставила шампанское, сок пока поставила, два салата поставила, тарелочки вот так вот у меня. Это салфеточки тоже у меня от Фаберлик, просто я их связала, чтобы они не открывались. И здесь вилка, ложка ножек и чайная ложечка. Бокальчики для воды, для сока, кому надо, для шампанского, для вина. В общем, вот так вот все поставила. Диванчик сюда поставили, да, очень хорошо он, мне кажется, как рассмотрится. И здесь вот у меня вот немножко тут конфетки. Эти вот очень-очень вкусные. Это я такие люблю конфетки. А, вот эти конфетки у меня дети любят. Коты. Мандаринки, да, едим, яблочки едим. Здесь у меня будут путерброды, здесь еще вино и детское шампанское. Еще у нас сок. Ой, сока у нас очень много куда-то. Юра его перенес, сейчас достану, поставлю. Значит, здесь у нас медовый торт. Это от Кирилла. Шоколадом по кровати стал, говорит, я не хочу. Горький, горчит вот этот шоколад, не надо. И даже вот так вот посыпать мне не дал. Говорит, нет, мама, я делаю сам, пусть будет так. Значит, это у нас от Кирилла торт медовый. Это от мамы Мишка. Шоколадом здесь посыпали. Все, сметанный тот и другой тут. Медовый, сметанный, здесь тоже сметанный. Все, здесь у нас дополнительный стол. Ну и все. Если нас будет больше народу, просто дядя еще не знает. Мой дядя родной, он не знает, придет он или нет. Думает пока еще. Может быть, он куда-то хочет уйти, может быть, придет. Все, пошла себя приводить в порядок. Мои дорогие, ну вот, наконец-то я привела себя в порядок. Надела пока розовую блузку шелковую. Это же из натурального шелка блузка. И мне сегодня пришла вот такая юбка Фаберлик из кружева. Ну, больше у меня юбок вообще никаких нет. Все остальные, которые Ашиин заказывала, они мне большие. Прямых юбочек нет. И, может быть, попозже что-то я другое наденусь. Сейчас у нас еще время 21 час. Мы ждем маму с папой. А может быть, еще дядя придет. Встречу. Может быть, потом переоденусь. Мои дети тоже еще пока не надели ничего такого нарядного. Просто пока встретить. Мне еще надо подарки подготовить. Под елочек спрятать. Сейчас я покажу вам, что все-таки мы приготовили еще. Как у меня там бутерброды приготовились. И крылышки приготовила. Вообще памяти нет. Сегодня, кстати, у меня макияж я сделала впервые. Ну, он у меня не вечерний макияж. Так, мы уже дома отмечаем. Палеткой Диор. Сейчас покажу. Вот этой палеточкой я делала сегодня макияж. Очень красивая. Вот этим цветом. Вот этим цветом. И, 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 и. Вот этим. И вот этим. Все. Пойдемте на кухню. Свет у нас, конечно, здесь не совсем яркий. Это, видите, такая еще старенькая люстра. Когда сделаем натурной потолок, здесь будут светильники. И будет намного ярче. А все сделала бутерброды с красной рыбкой. Крылышки тоже приготовили. И потом еще мама придет. Примени будем варить. Все, стол. Стол накрыли. Ждем гостей. И будем садиться за стол. Сначала будем провожать этот год. Да, будем провожать этот год. Этот год, по крайней мере, мне и нашей семье дал очень многое. Я благодарна этому году. А в этом году мы купили квартиру нашу долгожданную. Пусть она не сильно супер большая. Но она намного все равно больше, чем наша, которая была. И здесь у каждого свой угол есть. У всех своя комната. И мы очень-очень рады. Еще съездили на море. В Сочи съездили. И, в общем, получается, что две мечты один год сбылись. Это очень-очень хорошо. Сейчас я не знаю. Но вы знаете, да, какое у меня желание следующее. Я очень мечтаю о том, чтобы мы когда-нибудь купили огромный дом большой. Коттедж. И, надеюсь, когда-нибудь это мое желание сбудется. Но в следующем году, я не знаю, навряд ли надо копить еще не один миллион. Так что потихоньку-потихоньку когда-нибудь мечта надеюсь. Если будем все живы-здоровы, там моя мечта сбудется. И мы переедем когда-нибудь в дом. Но пока мне все нравится. Пока нам очень-очень здесь уютно в нашей квартирке. Очень-очень мило. И, знаете, как-то уже когда делаешь ремонт. Пусть он у нас не супер-пупер. Просто у нас косметический ремонт мы сделали. Да, кстати, в этом году мы еще и косметический ремонт практически сделали. Весь. Осталась только кухня, столовая сделали. Осталось только кухня и натяжные потолки. В коридоре, в столовой, на кухне натяжный потолок сделать. Стены почти мы закончили красить. Сейчас я тоже покажу вам. Юра сверху, кстати, покрасил там. Так что осталось в основном только на кухне сделать ремонт. Может быть, и когда-нибудь со временем поменяю кухонный гардитур. А так все нас устраивает. Уже привыкаем. Я сначала первое время говорила, что не могла здесь жить. А потом, когда уже ремонт сделали, уже все свое. Все свои чистенькие стены, чистенькие полы. А все остальное, это уже, знаете, как-то приятно. Уже свое. Уже своя энергетика. Это все уже наше. И очень-очень рады. Так что вот, мои хорошие, я хотела бы вам пожелать, чтобы ваши мечты сбывались. Обязательно ставьте цели и идите к ним. Даже если вам будут говорить, что вы никогда этого не достигнете. Никому никогда не верьте. Мне многие говорили, что ты никогда не купишь квартиру больше той, которой мы жили. Эту-то, слава богу, купили. Мне говорили, что ты никогда не поедешь на море. Фигня полная. Если поставите цель, все сбудется. Все будет, мои хорошие. Только надо просто верить. Надо искать пути. Пути те, через которые вы достигнете к своей цели. У меня надо было просто больше работать, больше снимать видео. Какой-то толчок был у меня в моих видео. И больше зрителей стало, больше подписчиков. И как-то, знаете, такой толчок и все. И пошло-поехало. Так что я хочу поблагодарить вас, мои зрители. Потому что без вас этого бы ничего не было. В первую очередь я благодарю вас, потому что все это вы сделали. Конечно, я сама, но благодаря вам, кто смотрит мою рекламу, благодаря вам, это все у меня есть. Я вас очень-очень люблю. От всего сердца вас благодарю за все, за все. И, наверное, все, будем прощаться. В этом году мы с вами увидимся последний раз. В следующий раз мы уже увидимся с вами в новом году. Я обязательно поснимаю тот момент, когда будет наступать новый 2022 год. Обязательно поснимаю сюда, поставлю камеру немного. И увидимся уже в новом году. Самое главное, девчонки, я вам всем желаю крепкого здоровья. И идите к своей цели. Все будет у вас. Я вас всех люблю. Вы все достойны лучшего. Я вас всех люблю. Пока-пока.